Здравствуйте! В эфире новости Дагестана на ННТ. С вами Махач Курбанов. Мы находимся дома и вещаем по-прежнему дистанционно. Сегодня Минздрав Республики Дагестан сообщил о первых зафиксированных случаях смерти от коронавирусной инфекции, сообщает Махачкалинские известия. В Республиканском центре инфекционных болезней скончались три пациента с подозрением на коронавирус. Ночью 10 апреля умерла 81-летняя женщина. Утром этого же дня еще две пациентки, 62 и 56 лет, ранее госпитализированные в больницу в тяжелом состоянии. Все они находились в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. У двух женщин развелись осложнения, вызванные сопутствующими заболеваниями. У третьей, 56-летней пациентки диагностирована тяжелая форма пневмонии. Ослабленные хроническими заболеваниями организмы пациенток не справились с осложнениями, вызванными вирусом. Предварительный тест на коронавирус у всех трех женщин показал положительные результаты. Для получения окончательного диагноза материалы направлены в референс-центр в Москве. Также по сообщению Минздрава было выписано еще пять человек, выздоровевших от коронавируса. Напомним, в Дагестане введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям республики рекомендовано не покидать без необходимости дома, максимально ограничить социальные контакты. Особенно важно соблюдение этого режима для граждан старшего возраста, организму которых сложнее всего противостоять вирусной инфекции. По информации Роспотребнадзора Республики Дагестан, в настоящее время в регионе зафиксировано 58 случаев заболевания коронавирусом. 9 из заболевших уже выздоровели. Крупнейшие поставщики и производители предупредили россиян о скором подорожании продуктов. В конце апреля цены взлетят аж на 20%. Объясняется это обвалом курса рубля, из-за которого производителям и поставщикам товаров придется пересмотреть цены в соответствии с возросшей себестоимостью. По прогнозам Роспродсоюза, уже в течение 14 дней цены поднимутся на целый ряд продуктов. Подорожание затронет чай, кофе, специи, макаронные изделия, консервы, а также рыбу и хлебополучные изделия. После окончательного согласования цены на эти продукты поднимутся от 5 до 20%. Такой резкий рост цен эксперты объясняют нестабильностью валюты, из-за которой поднялась себестоимость продуктов питания. Причем подорожание из-за низкого курса рубля коснется не только импортных товаров. Отечественные производители также намерены поднять цены. Сильнее всего подорожают макаронные изделия, а также мука, хлеб и другие хлебополучные изделия от 5 до 15%. Обыски были проведены сегодня в администрации советского района Махачкалы. Об этом сообщает Рия Дагестан. Оперативные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела. Напомним, по версии следствия, директор детско-юношеской спортивной школы незаконно назначил главу муниципального образования, его заместителей и брата на должности тренера в погольной борьбе. По версии следствия, они ежемесячно получали заработную плату, фактически не выполняя работу. Общая сумма ущерба предварительно составила более 1 миллиона рублей. По данным источника, никто из фигурантов уголовного дела не задержан. Между тем, дороги республики продолжают уносить жизни. Три человека погибли в ДТП на автодороге Манас-Сергакала-Первомайская в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. По данным ведомства, водитель легкового автомобиля выехал навстречу и столкнулся с автомобилем Hyundai, которым управлял 28-летний молодой человек. Оба водителя и пассажир второго автомобиля скончались на месте. Еще двое пассажиров с травмами госпитализированы в ближайшую больницу. Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса. Информацию подтвердил президент UFC Дана Уайт. По его словам, ему позвонили люди самого высокого уровня и попросили не участвовать в организации мероприятия. Изначально главным поединком турнира должен был стать бой между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Из-за ограничений, связанных с перелетами и неопределенной позицией UFC относительно места проведения турнира, россиянин вынужден был отказаться от участия в нем. Бой был перенесен, а Нурмагомедову нашли замену в лице Джастина Геджи. Ранее президент UFC обещал во что бы то ни стало провести турнир 249 и заверял, что нашел для этого подходящее место. Турнир должен был пройти без зрителей, а его телетрансляцию можно было бы посмотреть только по платной подписке. Но, видимо, и этот вариант не нашел отклика со стороны властей США. Поэтому UFC 249, а также ближайшие турниры самой престижной организации смешанных единоборств, к сожалению, фанатов ММА отменены. Сегодня глава Дагестана Владимир Васильев в режиме видеоконференции ответил на вопросы журналистов ведущих республиканских и федеральных телеканалов и СМИ в связи с ситуацией, складывающейся в республике на фоне распространения коронавирусной инфекции. Наших коллег интересовал широкий круг вопросов от поддержки малого и среднего бизнеса до наказания за нарушение режима самоизоляции. Задал вопросы главе Дагестана и главный редактор информационного вещания нашего телеканала Мурат Ахмедов, коснувшись проблем недооценки населением вирусной угрозы, бесперебойного обеспечения людей коммунальными услугами и возможного роста безработицы. У меня вопрос из нашей информационной сферы. Наша телекомпания перешла на дистанционное обещание, мы новости уже записываем в дистанционном режиме две недели. Но судя по комментариям под нашими новостями, все-таки присутствует недооценка этой угрозы. В первые дни индекс самоизоляции был очень хороший в Махачкале и по городам Дагестана. Но сейчас видно, ощутимо, что люди чуть-чуть расслабились, стали выходить на улицу. На фоне тех жестких мер, которые в соседних регионах предприняты, в Дагестане все достаточно спокойно и мягко. Вот чтобы эту угрозу люди не недооценивали, какие меры информационного воздействия возможны еще, как людям все-таки, до людей донести, все опасно. Спасибо вам большое. Очень хороший вопрос, важный вопрос. И я бы сказал, что то, что я говорил сейчас, что мы идем навстречу целым отраслям, не только крупным объектам. Мы поддерживаем тех, кто может соблюдать правила и тем самым как бы их поощряет. Понимаете, да, подход? Это заработная плата, это доходы нашего бюджета, это доходы всех наших дагестанцев. Поэтому мы, безусловно, будем поддерживать тех, кто соблюдает правила. Хорошая, мне кажется, стимуляция. Ты соблюдаешь требования, тебе остаются условия, более удобные для трудовой деятельности в частности. Теперь по части тех ограничений, которые есть. Вот я тоже, готовясь к вам, еще раз актуализировал информацию. 154 протокола составили с 1 апреля сотрудники органов внутренних дел. Еще недавно эти меры были такие больше предупредительные. Но вы знаете, что как раз тоже с 1 апреля Дума приняла законодательные изменения, которые я не хочу сейчас называть. Все люди подготовлены, если нужно, это можно все воспроизвести еще раз и, наверное, правильно доводить до наших жителей. Но это очень строгие меры. Там и для юридических лиц до миллиона штраф. И для физических лиц тоже очень крупный штраф. И плюс, если наступают тяжкие последствия, то и уголовная ответственность. Ну, конечно, бы не хотелось, чтобы до этого доходили. Мы постоянно работаем на штабе. И я вот сегодня уже несколько раз разговаривал с Министерством внутренних дел, с несколькими нашими руководителями районов. И мы эту работу будем последовательно наращивать. Мы будем спрашивать тех, кто нарушает, и будем стимулировать всячески тех, кто соблюдает. Как у нас это будет получаться, вы будете видеть. Вот я вам в частности сейчас сказал о том, что мы еще около 100 предприятий сейчас запускаем. Запускаем работу. А это что значит? Люди получают заработную плату, создают потребительскую стоимость, полезную для Дагестана. Это выход из той ситуации, в которой мы, я надеюсь, скоро окажемся, когда закончим самоизоляцию. Причем это делаем в таких условиях, чтобы не навредить главной задаче. Локализовать угрозу распространения инфекции. Мы там ряд требований записали, таких, например, что нельзя брать на работу даже профессионалов старше 65 лет. Это жестко. Просто нельзя. Давайте их побережем. Пока можем обойтись, побережем. Теперь, те, у кого есть хронические заболевания. Ну, понимаете, тот перечень, который Роспотребнадзор обязательно устанавливает и проверяет за тем. Подробный репортаж о пресс-конференции смотрите в программе «Итоги недели» на нашем канале. Вам всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин